Кузя Слайм Рейнчер 2, наследующая Андре Альмина. Здравствуйте! И в общем, ребят, пришла пора подвести итоги голосования за самого красивого хлопкового слайма. Ну, в частности, Ларга, да, но и обычный хлопковый слайм у нас также участвует в голосовании. Мы дали вам много времени. Когда мы записывали видос? Чуть ли не неделю назад, да? Да, да. Да, ну прям реально много времени, поэтому, ребят, у каждого была возможность проголосовать. Если вдруг кто-то настолько сильно прослоупочил, ну, как бы, я не я, корова не моя, тут без обид. Так, поехали. Начнем с последнего места, с 13-го. Это все-таки топ 13 хлопковых Ларга. На 13-м месте у нас вовсе не Ларга, потому что это топ 13 хлопковых Ларга, и поэтому какого фига у нас вообще тут находится обычный хлопковый слайм? И тем не менее, он заслужил несколько голосов, ребят, поэтому он заслужил покушать. Поскольку это кроль, то вот тебе морковочка. Приятного аппетита, кто кушает, хомячит, лопает, трапезничает. Надо собрать еще и плорт, и курица откуда-то тут взялась. Ну, вот оно, наше 13-е место, ребят. Вот он в шоке, что за него вообще кто-то проголосовал. Какая милая мордашка. Кролик классный. Будем честны, кролик действительно очаровательный, и комбинации с кроликом оказались, на самом деле, такие бешеные. Ребят, тут за первые 3 места битва буквально вот в пару голосов разница, понимаете? И это при условии, что каждого голоса там под сотню, да? Жесть. Ладно, поехали. На 12-й позиции. То есть не на последней у нас. И также заслуживает, конечно же, покушунькать у нас товарищ... ...розовый. Вот это вот замечательный, обычный такой розовый кроль. Если кроль, да, то он обычный действительно оказался. Кольцехвостый выглядел круто, розовый. А кроль оказался обычный, поэтому за него проголосовало достаточно мало народу. Но, тем не менее, голоса были и больше, чем за обычного хлопкового слайма. Так что нашего розово-жвачкового... На жвачку чем-то похож. Баблган. Баблган, да. 12-я позиция. На 11-м месте, ребят, у нас неожиданность. Просто неожиданность. Как вы думаете, кто у нас на 11-м месте? Потому что это офигеть как неожиданно. Серьезно, я такого не ожидал, что на 11-м месте окажется. Даже в топ-10 не попадет. Вы знаете, кто? Не топырек, ребят. Напоминаю, что все основано исключительно и только на ваших голосах. То есть, как вы голосовали, так результаты у нас и есть. Вот он, прыгает на 11-й позиции. Хлопковый не топырек. Не топырки у нас обычно, ну, большее место занимали. И в первом топе, и во втором топе. А здесь, как вы видите, всего лишь 11-е место. И тем не менее, заслуженное 11-е. Есть проголосовавшие. Дальше. На 10-й позиции. Попал вот едва-едва в топ-10. Но попал. Попал. Уже там за десятки голосов, да, переваливает. Это у нас котенок. Кроленок-котенок. Куда? Идеальный символ года на самом деле. Потому что, как вы знаете, есть все-таки год. Он и кота, и кролика. В зависимости от той вариации, какая вам больше нравится. Так вот он. Тот самый символ, который непонятно, кто это. Или кот, или кролик. Вот это он. Хлопковый мяуровый ларга, занимающий 10-е место. Так. На 9-й строчке. На 9-й строчке, кстати, один товарищ, который у нас сбежал перед началом записи. Мы сами в шоке, как он это смог сделать. Но он сбежал. Вот этот вот друган. На самом деле, комментариев по поводу Скалистого было... Ну, как-то писали, да, именно многие. То, что Скалистый, там классная прическа, все дело. А голосов не сказали бы, что прям так уж много. Нет, они есть, да, там десятки голосов, понятное дело, уже. Вот. Но, тем не менее, на 10-й позиции у нас вот этот замечательный Скалистый товарищ. Синий, с причесочкой. На 8-м месте. 8-е место. Ребят, не последнее, оказывается, а 8-е. Кому-то понравился цвет. В частности, вот цвет Нитопырька и цвет Порхающего. Такие комментарии также были. Вот он у нас, Порхающий. Красава. Ну, просто... Он сейчас выпрыгнет. Вроде бы только похвалил, да? Ой, ты-то чего? А это я его завакал на расстоянии, да. Это я сам виноват, это я понемял. Все, ребята, 8-я позиция у нас Бабочка Порхающая. То есть, то ли Кролик, то ли Бабочка, не пойми что. Я думаю, что из-за обилия элементов за него мало голосов. Потому что многие писали, что проголосовали за тех или иных. Просто потому, что нету перенасыщения элементами. И тут я согласен. То есть, у Кролика комбинации с достаточно большим количеством различных элементов. Так, седьмая позиция. Это товарищ, которому ближе подходить не стоит. Потому что он может сделать кусь. И это, кто уже догадался, да, ребят? На седьмом месте. И где она? По-моему, он упал в воду. Ясно, понятно. Не зря ты брал дополнительный. Не зря брал дополнительный. Как знал, да? Вот этот вот... Даже чем-то напоминает мне розового. Ты посмотри, он отливает розового. Мне так нравится, как они удивляются. Так, а где плорт? Где-то улетел, по-моему. Все, поймал, поймал. Хлопковый охотник, ребят. Кто-то написал то, что безграмотные дебилы. Правильно говорить. Хлопковые, а не хлопковые. Окей, держите в курсе. Ну, хлопок так хлопок хотите. Все, хлопковый охотник Ларга, наш товарищ, расположился на седьмой позиции. С достаточно немалой фан-группой, хочу вам сказать. А шестое место. Чуть-чуть вот не дотянул до топ-5. Самую-самую малость. Представитель Грузин. Хлопковый медовый Ларга. Ну что ж, приятного ему аппетита. И приятного аппетита еще раз, ребят. Кто кушает, камячет, лопает, трапезничает. Классный. На самом деле, чем мне нравятся медовые, это вот у него такая необычная текстура. То есть, понятное дело, что они все слаймы. И вот такая желешка, она пластичная, да. Но здесь еще дополнительно... Правда, кажется, что может быть он жирненький. Сладенький больше, когда получается. Ну, классный. Кстати, на закате он вообще огонь. Огонь. Далее. Топ-5, ребят. Замыкает пятерку лидеров. Самых красивых хлопковых Ларга. Как вы думаете, кто? Кто из оставшихся? Можете даже написать. Кинутик, кинутик, убежал. Убежал? Нет, не убежал. Нет, стоит. Он не убежал, он стоит. Но нет, ребят, не он. Не он. Он просто из камня превратился. А мы специально подождали, чтобы... Ну, фосфорный и кольцехвостый у нас чуть повыше по местам. Поэтому мы вот начали в определенное время, чтобы уже плюс-минус подойти к нужному нам месту. И пятое место. Это хлопковый Бум Ларга. Бомбический врыв в топ-5. Действительно врыв. Ворвался. Как надо. Так, а вот только где... Ну, с хлопковым-то ладно. Ладно-то ладно, ну а на следующих? Найдем, увидим. Ну и ладно, да, ребят. В общем, топ-5 у нас замыкает хлопковый Бум Ларга. Кстати, все слаймы, конечно же, вам благодарны, как вы понимаете. Потому что именно благодаря вашим голосам они покушали. Если бы за кого-нибудь не было бы ни одного голоса, то мы бы просто его не покормили. А почему? А потому что это вы решаете, кого стоит покормить, а кого нет. Именно поэтому кандидат может быть только один. Один. Нельзя за всех голосовать. Вы выбираете именно того, кто достоин больше всех остальных. Ну а мы переходим к четвертому месту, кто чуть-чуть не дотянулся до таблицы лидеров наших. И это... Мы вспоминали, где он находится. Он у нас был в загоне, ребят. Все в порядке. На четвертом месте. Чуть-чуть не достав... Кстати, на самом деле он набрал дофигища просто голосов. Очень много вот этот товарищ набрал. Нереальное количество голосов. Мы когда подсчитывали, мы Фосфорного посчитали раньше, чем следующие позиции. И хочу вам сказать, мы как увидели, все, это явно топ-1. Просто там столько голосов за него было. Боже мой. И комментарии прям такие, то, что и цвет великолепный. И плюс деталей, да, дофига. Ну, знаете, как-то вот, если у Порхающего это смутило кого-то, то вот у Фосфорного почему-то не смутило. Потому что он, видимо, светится. Он красивый. Да, но голосов прям бомбически много. Но, тем не менее, ребят, даже не топ-3. Это топ-4. Но переходим к тройке лидеров. С гигантским количеством голосов. У каждого места я говорю, что вот пара голосов. Причем, что примечательно, то, что у второго места ровно на два голоса меньше, чем у первого. А у третьего ровно на два голоса меньше, чем у второго. Вот такой вот забавный момент у нас получился. И на третьем месте, ладно, не буду томить, ребят, удильщик. Вот этот вот паренек. Кстати, он топа у нас занимает стабильность. Очень красивый цвет у него. Красивый. Еще у него мордашка подсвечивается. Куда прыгает? Он классный. Тут, как бы, ребят, спору нет. То есть, топ-3 заслуженная хлопковый удильщик Ларга. Он офигенный. Он реально классный. Здоровский и прекрасный. На втором месте кто у нас остался? У нас не так много осталось кандидатов, ребят. Ну, как вы думаете? Кто же все-таки? Кто все-таки занял-то топ-1? Как вы думаете? Вот этот вот Друган. Или же кто у нас? Кристальный еще остался? Или же Кристальный? Кто топ-1, а кто топ-2? И второе место у нас... Кольцехвост. Да, ребят, Кольцехвост. Представьте себе. Вот этот вот паренек, который как раз-таки способствовал появлению топа хлопковых. Занял топ-1 среди... Среди кого он занял? Кольцехвост. Ты как не... Та-да-та-та-там. Да-да-да. Сказал как ртом. Так вот. Вот это вот самое печенье. Многие писали, что он похож на печенье. Офигенный. Ну, то есть у нас с Олей это вот один из самых любимых слаймов. Потому что он очень красивый. Очень классный. Очень здоровский. Очень прекрасный. Поэтому топ-2. Более чем заслуженный. Ну и первое место, как вы уже, наверное, догадались. Но кто не догадался, вот вам специально показываю. Показываю, ребят. Ну, если вдруг кто совсем не может сложить дважды два, то вот этот вот паренек, который просто в шоке. Он, видите, я его ставлю, он бежит, он ставлю, он бежит. Он не понимает, как это ему удалось. Но он это сделал. Мы сами были в шоке. Да, мы видели много голосов за кристального. Но говорю вам, ребят, когда мы подсчитывали голоса, мы когда посчитали фосфорного, поняли, что все, это топать. Потому что огромное количество голосов. Но потом пошли удильщик, кольцехвостый и кристальный. Мы подумали, нифига себе, сказал я себе. И вот кристальный у нас занимает топ-1. Значит, следующий топ, ребят, будет из кристальных слаймов. И вот этот вот хлопковый кристальный ларга, ну, тоже себя проявит. Пишите, ребят, за кого голосовали вы, собственно. И хотите ли вы посмотреть топ хлопковых уже с нашей стороны. Но скажу сразу, то, что мы их записывать, наши личные топы, будем попозже, попозже. То есть сначала мы узнаем ваше мнение. После всех топов. Да, сначала ваше мнение. Все-таки, чтобы вас не смущать как-то, не влиять на ваши голоса. Опять-таки, ребят, мы не собираемся хайповать, да, на какой-то тематике. Мы пытаемся выяснить именно вот ваше мнение. Мнение комьюнити Слайм Рейнчер по отношению к тому или иному слайму. Я не пытаюсь продавливать какого-то слайма, то, что вот мне там нравится или еще что-то. Выбирайте именно вы. Только вы.